тема нашего вебинара системы предупреждения о грозовой опасности на мой взгляд весьма интересный и относительно новый способ защиты от молнии достоверно узнать о приближении опасности и вовремя принять меры это отличная возможность уберечь дорогостоящие оборудование или жизни людей там где иными методами защититься от молнии невозможно как работают такие системы в каких случаях они действительно необходимы где уже применяются что с нормативным регулированием и наконец как влияют эти системы на решение при проектировании систем молнии защиты вопросов много владимир владимирович помогите нам пожалуйста разобраться действительно павел очертил колоссальный круг вопросов ну понятно что все их сегодня разобрать мы не сможем но я очень надеюсь что слушатели получат определенные базовые знания относительно того что на самом деле сегодня в мире есть и как это можно использовать в условиях своего бизнеса ну что приступим актуальность я думаю что у всех не вызывает особых сомнений поскольку количество жертв и убытков несмотря на то что они все-таки в последнее время снизились но они заставляют человечество задумываться над тем как поступить дополнительно какие меры предпринять для того чтобы решить поставленные в теме задачи подтверждением того может служить тот факт что вот на слайде видно разработаны два европейской и международной технической комиссии стандарты в которых прямо рассматривается заданный вопрос по системам предупреждения молниевой опасности да я буду его называть так ближе к русской транскрипции tvc tvs точнее но я думаю что всем слушателям будет понятно для чего такие системы нужны безусловно это прежде всего защита тех территорий которые другими способами сложно защищаются или вообще нельзя реальных защитить ну вот как такие объекты как космодромы аэропорты газоперекачивающие станции там где какой-либо обобщенной системы заземления и молниезащиты как правило не существует но как бы исключением здесь может быть являются космодромы поскольку на них специально создаются системы молниезащиты но степень риска и убытков которые произойдут если происходит прорыв молнии на ракету-носитель они конечно заставляют предпринимать еще и дополнительные меры вопросы которые мы сегодня рассмотрим они в общем-то были анонсированы и я думаю что можно на них не останавливаться вот принципиальный вопрос что такое система предупреждения о молниевой опасности система на то она и система что это программно-технический комплекс средств которые обеспечивают с определенной вероятностью но безусловно хочется чтобы эта вероятность была максимально близко к 100 процентам образование нисходящих молнии в конкретном районе в ближайшее время и подачу соответствующего сигнала безусловно понятно что конструкция таких систем существенно зависит и определяется от сферы применения и требуемой достоверности сигналы опасности вот отдельно хочу остановиться на том что вероятность которой и надежность которой вы предупреждаете людей относительно возможных прямых ударов молнии она принципиально важна потому что если это 50 на 50 люди будут просто игнорировать если это меньше вероятность то они вообще просто даже не станут обращать внимание в частности вот сегодняшние сводки гидромедцентров они достаточно хорошо показывают и районы где может произойти удар молнии и даже время когда это может произойти но все таки как вы понимаете люди на это не очень ориентируется больше смотрят на то что будет ли дождь и брать ли с собой зонтик в чем отличие этих систем от систем локации ну конечно же нужно отметить что они в определенной мере могут быть взаимосвязаны и естественно целесообразно их объединять вот принципиальное отличие заключается в том что система локации их основное предназначение это определить среднее число ударов молнии в год на на квадратный километр конкретного района для того чтобы потом использовать эти данные при расчетах или оценках которые производятся с точки зрения опасности или последствий этих этих воздействий и они регламентируются но достаточно подробно международной электротехнике стандартам международной электротехнической комиссии 62 305 тире 2 а собственно оценка рисков сегодня в мире является базой для определения того в каких случаях какая система молния защиты должна быть создана в отличие от систем локации система с имеет своей целью как раз предупреждение высокой вероятности удара молнии и время естественно должно быть достаточно для того чтобы какие-то меры успеть предпринять вот это как бы критерии совершенно простые но на практике они достаточно сложно реализуются принципы поэтому вначале вот я вам расскажу о принципах построения систем локации тогда станут постараюсь достаточно коротко для того чтобы понять в каком смысле эти системы могут быть использованы для заявленной цели то есть для предупреждения людей персонал предстоящих молниевой активности плакат достаточно хорошо иллюстрирует кстати я его позаимствовал у владимира ракова на его презентации которая вот здесь внизу мы под рисунком написано и из всего многообразия выделим только то что сегодня максимально широко используется именно с точки зрения нашего 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 рассматриваемого вопроса ну это магнитная система локации то есть локация на основании измерений напряженности магнитного поля которая создается разрядом молнии и радиолокация то есть она может осуществляться как с помощью наземных станций так и с помощью спутников здесь считаю уместным ответить что первый гроза отметчик еще в 1895 году на был разработан и опробован александр сергеевичем поповым потому что он он реально первый кто эту проблему почувствовал и зафиксировал электрические электромагнитные поля которые сопровождают молниевые разряды вот казалось бы прошло уже более 100 лет и в этом вопросе многое можно было бы сделать но судя по той ситуации которая на сегодня есть сделано далеко не все ну надеюсь что сейчас этот процесс будет существенно активнее развиваться в том числе и с участием наших слушателей любая система локаций может быть использована для того чтобы оценить время прихождения грозового фронта в конкретное место ну формулы здесь простейшие вот единственное что может вызывать определенные споры относительно того какую скорость движения тучи заложить поскольку они тоже носят совершенно на случайный характер ну вот я как бы считаю что с точки зрения оценки можно использовать понятие как вернее скорость как 10 метров в секунду безусловно что она отклоняется как в одну так и в другую сторону специалисты технического центра занц профессионалы с опытом проектирования молнии защиты и заземления более 15 лет готовят более 800 бесплатных расчетов в год используют в работе сертифицированное по для расчета надежности молнии защиты делятся знаниями и опытом со всеми желающими обращайтесь за расчетом для вашего объекта в технический центр занц буквально два слова относительно того что значит использование индукционных датчиков магнитного поля так называют в направлении магнитной локации сам по себе само по себе устройство но она простейшая еще со времен фарадея это две катушки под углом 90 градусов и почему она сегодня оказывается достаточно эффективной поскольку на основе этих преобразователей построена достаточно новая система которая развивается благодаря германской компании плит зонг а принцип ее сравнительно прост и он вот иллюстрируется этим рисунком где крестиком показано место удара болни а здесь как быть разбросанные по территории вот такие системы или такие датчики которые их фиксируют поля приходящие из магнитные поля приходящие от этого молниевого разряда и тем самым мы можем достаточно со звукоточностью определить место но понятно что по одному локатору это сделать достаточно сложно по крайней мере мы может быть определим направление но при этом с расстоянием будут большие проблемы нельзя сказать что уж совсем никто не обращает внимание на эту на эту проблему но вот я вам просто презентую некий прибор который по сути дела является аналогом обычного радиоприемника вот и многие наверняка сталкивались с тем что во время грозы на радиоприемник приходят такие помехи которые свидетельствуют о том что гроза есть но на каком расстоянии как близко она к вам подойдет это большой вопрос потому что такие приборы естественно их показать и определить не могут но более того если вы находитесь в зоне прямой видимости грозовой активности то гораздо точнее будет определить время прихода через использование вот понимание скорости движения фронта и расстояние которое на сегодняшний момент есть по разнице между световым и звуковым импульсами приведу несколько примеров относительно того какие используются как эти системы используются сегодня в мире ну например вот в японии существует такая система которая фиксирует по радиосигналу форма которого представлена вот здесь это разряд молнии он естественно создает такой биполярный сигнал и по системе на на основании обработки данных которые поступают вот с этих датчиков но это фактически маленькие локаторы строятся места ударов молнии вот система заточена на то чтобы определять плотность ударов но как вот по первой части которой мы с вами говорили и это главная цель определение количества плотности ударов молнии на квадратный километр в год работают они в диапазоне здесь тоже вот на плакате написано то есть на этом останавливаться не будет привожу для любопытных чтобы разобраться в том какие системы локации на сегодняшний день есть и и можно ли и применить для нужд собственной страны вот на этом плакате наиболее мощная из национальных сетей обнаружение молнии это в соединенных штатах и вот последнее о чем я хочу вот последним в этом на этом плакате представлена именно та германская компания вот чем она интересна для простых пользователей тем что они вот свои преобразователи в виде этих совмещенных катушек продают за сравнительно небольшие деньги подключает общей глобальной мировой сети и вы становитесь легальным пользователем этой информации но опять же эта информация относительно того где происходит молниевый разряд в данный момент и непосредственно прогноза о том когда молнии подойдут к вам они здесь не рассматриваются но более того знакомясь с этим сайтом мне как-то не удалось найти там ну может быть именно мне не удалось найти информацию относительно архива молнии для того чтобы вот на его основе построить некую некое заключение относительно плотности ударов молнии в том или ином объекте вот некоторая иллюстрация относительно того как работает тотальная общая сеть молнии регистрации она насчитывает более 1800 датчиков размещенных более чем 100 странах по всему миру и является на сегодняшний день самой обширной и технологически продвинутой глобальной сетью обнаружения молнии на рисунке представлен скриншот и с итогами регистрации молнии на территории соединенных штатов в 2020 году вот какие из этого из этой информации можно сделать полезные выводы первое общее количество молнии и причем что характерно это это количество совершенно четко распределено по территории соединенных штатов но важно что это большая проблема относительно того как оценивать количество нисходящих молний попадающих на поверхность земли заключается в том что вот все эти системы они так или иначе реагируют еще на межоблачные разряды а вот этот слайд очень хорошо иллюстрирует что межоблачных разрядов является подавляющее большинство и разряды молнии грозовой от туча поверхность земли составляет примерно 7 процентов это по итогам 2020 года на данном слайде представлено результаты как выглядит фиксации конкретного удара молнии на той платформе которые вам уже рассказал но вот видите разные место удара было вот здесь и разные датчики в этой системе они четко сошлись в конкретной точке говорить о погрешности с которой эта система определяет место удара но пока сложно хотя авторы предполагают или утверждают что эта погрешность не превышает 200 метров она сопоставима с той не точностью в определении места которая характерна и для американской системы хотя американцы в последнее время утверждают что им удается добиться 50 метров погрешности мало информации относительно того что творится в китайской народной республике но возможно что а слушателям будет интересно такая простейшая компоновка и пункта одной из китайских систем которая включает себя совершенно характерный набор это одна антенна это высокочастотная это электрическая мельница о которой я вам чуть позже расскажу это антенна низкочастотная и антенна для быстрых временных то есть как бы весь частотный диапазон они перекрывают этой комплексом антенн и плюс электростатические поля также данным данной мельницей закрываются итоги представлены вот на этом рисунке здесь с одной стороны крестиками показаны места ударов молнии и это результат обработки за 6 минут ну я так предполагаю что они статистику все-таки набирают для своих целей а вот на этом рисунке который легко найти в интернете американские сайты значительно несколько сайтов которые демонстрируют общемировую картинку по ней трудно что-либо сказать относительно плотности ударов молнии на территории россии в основном это зеленый цвет то есть от двух до четырех молнии на квадратный километр в год характерным является то что раньше давали другую статистику но важно все-таки переходить вот именно понимание плотности ударов молнии на квадратный километр в год поскольку она наиболее показательна для достижения тех целей которые мы ставим при оценке рисков в качестве примера я привожу на этом слайде распределение количество грозовых грозовых часов по территории украины они доступны на указанном слайде о сайте и предлагается пересчет этого количества на среднюю продолжительную для для определения плотности ударов вот используется такой коэффициент числа где идет именно часто количество часто продолжительность гроз в часах а не как раньше было в днях потому что но формально может быть полчаса в день а он уже засчитывается как поэтому здесь цифры существенно отличаются от тех что были раньше из той информации которая доступна в интернете возможно что кто-то из разработчиков этой системы сегодня тоже присутствует я хочу отметить факт наличия гроза пеленгации системы гроза пеленгации которая на указанном сайте описано как не присоединиться то есть все вопросы связаны это сайт российский поэтому заинтересованные лица без проблем могут к нему подсоединяться предполагаю что там информация может быть платной но в конце концов это не такие большие деньги для того чтобы на их и на них экономить вот на следующем слайде показана информация которую выдает этот сайт что положительное хотелось бы отметить здесь значит молнии распределены по времени их происхождение вот на на данный момент видно что по ним по крайней мере уже можно оценить направление движения и потом можно предсказать как как быстро подойдет этот фронт вашему месту специалисты технического центра занц профессионалы с опытом проектирования молнии защиты и заземления более 15 лет готовят более 800 бесплатных расчетов в год используют в работе сертифицированное программное обеспечение для расчета надежности молнии защиты делятся знаниями и опытом со всеми желающими обращайтесь за расчетом для вашего объекта в технический центр занц несколько слов относительно требования стандарта мэг ну хоть это сказать что не особо подробно расписаны потому что тема ну как бы только сформирована вот в определенном мере столько сейчас нацом году этот стандарт был выпущен но из того что мне показалось целесообразным рассказать слушателям это классификация фаз грозовой активности и в рамках рассматриваемой темы наиболее интересно именно фаза первая когда идет разделение электрических зарядов и еще никаких молниевых явлений не наблюдается почему мне представляется что эта фаза наиболее важна поскольку когда уже идет уже начался процесс то в этом случае системы пеленгации достаточно хорошо можно работает и их уже можно использовать а вот когда все это формируется непосредственно над вами а есть еще классификация детекторов которые так или иначе привязаны вот к жизнь к этим жизненным циклам грозовой активности и для нас представляется в рамках рассматриваемого вопроса наиболее интересные детекторы класса а который охватывает весь жизненный цикл на как я уже сказал именно интересно чтобы они охватывали первую фазу развития в связи с этим конкретные рекомендации в стандарте но собственно представлены именно для такого класса указывается о том что этот класс должен иметь начальную чувствительность 200 вольт на метр которая близка к нормальной чувствительность нормальной напряженности электрического поля на поверхности земли без всяких грозовых явлений и возможность измерять с определенным уровнем с определенным шагом примерно 100 вольт на метр до напряженности примерно 20 киловольт на метр собственно и вот такую задачу вполне решают электрические мельницы которую уже показывал но сейчас мы на нее посмотрим чуть ближе здесь упоминается об интересном факте который в свое время был отмечен в авторском свидетельстве базилиана о том что нужно контролировать не только напряженность электрического поля на уровне земли а и скорость с которой эта напряженность изменяется то есть нарастает правда изобретение это относительно контроля опасности приближения грозовой тучи летательного аппарата но оно никак не не ограничивается этим и вполне может быть применено и для наших целей по тем данным которые у меня есть сегодня именно фактор скорости нарастания пока что еще не учитывается в реально существующих системах прогнозирования ударов молнии и в связи с этим вот сегодня можно говорить о том что реально в жизни используется для регистрации параметров напряженности электрического поля датчики электростатического поля такая традиционная уже хорошо опробованная вихревая мельница и регистраторы на основанные на коронном разряде основным недостатком вихревых мельниц является ну на наш взгляд то что не требует постоянно достаточно мощного питания поскольку эффект работы такой мельницы достигается при скорости оборотов ее это примерно тысячи оборотов в минуту а самым распространенным в мире являются мельницы болтек корпорейшн ну я надеюсь что это не расценивается как некая реклама просто поскольку они используются во всем мире в том числе и на территории России ее смысл заключается в том что разбросанные по некой поверхности эти датчики контролируют уровень напряженности и передают потом на общую систему сбора информации которая в принципе принимает решение относительно того какова вероятность движения грозового фронта в нужном в интересующем нас направлении сегодня кроме вот болтековских конструкций которые как я сказал предполагают питание и существенные затраты на вращение высокоскоростных лопастей испанская компания предлагает сенсор который изготовлен под некой патентованной технологии но к сожалению патента на эту технологию найти не удалось и в руках я его не держал поэтому достоверно утверждать что она работает как утверждают разработчики она без вращающихся частей вращение имитируется за счет быстрого переключения между различными сегментами самой системы измерения и вот позиционируется что эта система позволяет от 185 вольт на метр достаточно эффективно использовать ну для тех кто планирует применять свои жизни возможно это тоже тот случай который следует рассмотреть в каких же случаях целесообразно применение систем предупреждения ну во-первых я еще раз хочу как бы отметить о том что особенность этой системы и ее цель именно в том чтобы мы предупреждали население персонал относительно высокой вероятности попадания молнии в данное место на сегодняшний день ее широко применяют именно на космодромах в аэропортах ну вот так сказать здесь я перечислил то что где их используют и мы чуть-чуть дальше рассмотрим конкретный пример вот то чего пока еще не было нигде представлено это на мой взгляд важные объекты которые хорошо бы такими системами пусть даже не очень сложными но оснащать это детские оздоровительные лагеря особенно те которые расположены в водоемах и в горной местности коллективные работы на открытой местности ну и различные туристические маршруты ну в том числе и наиболее опасные в горах или спуски там на байдарках в качестве примера использования такой системы как один из фрагментов очень широко эшелонированной системы предупреждения о молниевой опасности это космодром на мысе канавров значит там кроме колоссального количества различных радаров наблюдения из космоса визуализации и специальные методики по пускам которые четко регламентируют в каких случаях при наличии каких облаков расстояние от удара молнии и так далее все безусловно регламентирован ну если кому-то будет интересно посмотреть на эти регламенты то их можно на русском языке найти в нашей книге которую мы в прошлом году Кравченко издали именно так она называется молния летательные аппараты так посмотрите число сенсоров которые разбросаны по территории космодрома они здесь отмечены так где моя мышка они отмечены вот этими квадратиками общее число 31 и они естественно перекрывают ту зону которая максимально интересна с точки зрения защиты пусковой установки расстояние то есть все наиболее важные параметры вот в этой таблице представлены важный момент допустим то что предельная частота локации у них осуществляется 85 раз в минуту то есть это практически непрерывный процесс отслеживания как я уже сказал этот параметр наличие электрического поля в зоне является причиной по которой может пуск быть отложен поскольку когда вы выходите вы конечно же когда ракета выходит со старта за ней тянется достаточно длинный шейф который может достигать десятка километров и в этом случае она начинает имитировать пуски которые которыми занимается как раз Владимир Раков для инициирования молни с помощью ракет но маленьких естественных и важный вопрос который безусловно всех слушателей волнует на может ли наличие вот этой системы повлиять на проектное решение по молниезащите вот надеюсь что у слушателей из того что я рассказал сложилось полное впечатление что наличие элементов ТВС не влияет на принципиальные проектные решения системы молниезащиты поскольку с одной стороны она использует совершенно другой набор инструментария такие как радары такие как измерительные средства электрического поля и понятно что применительно к системе молниезащиты это имеет ну как бы совершенно косвенное отношение более того следует отметить что такие системы полностью автономны и они используются для объектов которые могут быть и не защищены системами молниезащиты ну вот то о чем мы с вами говорили когда рассматривали крупные мероприятия допустим на открытой местности как известно это музыкальные музыкальные сборища извините за этот термин допустим в Германии где произошел трагический случай однако требуется учет вот этой реальной системы молниезащиты при организации ТВС поскольку она может влиять на результаты работы самой системы ТВС вот в каком смысле нужен учет чтобы те датчики которые используются они должны располагаться на определенных расстояниях и если это антенны то в направлении их диаграммы направленности не должны попадать система молниезащиты в виде стержневых молниеприемников которые безусловно сильно искажают картину получаемой информации при размещении в неохраняемой зоне датчики должны иметь противовандальную защиту это очевидно поскольку они так или иначе они все равно представляют определенную материальную ценность и внутри у них так или иначе есть электрическая и электронная часть даже в самых простых которые предназначены допустим использования в индивидуальных хозяйствах коротко выводы я предполагаю что системы такие и их внедрение в жизнь является достаточно перспективным направлением расширения сферы или вопросов системы сферы молниезащиты они требуют безусловно дополнительных знаний они требуют дополнительного финансирования вот я не исключаю вопрос что это должно осуществляться может быть по каким-то государственным программам ну если говорить о глобальной сети могут быть такие системы могут быть построены уже с использованием существующих систем мониторинга но для этого необходимо доработать программное обеспечение и предусмотреть возможную возможные каналы связи или каналы предупреждения населения это вполне реально делать через систему мобильной связи отдельно хочу упомянуть о том что локальные ТВС их условно можно назвать такими системами просто потому что они как правило все равно состоят из датчика и некой логики некого мыслительного процессора который должен принять решение относительно того подавать сигнал или не подавать вот достоверность индивальной системы естественно не слишком поскольку она базируется на результатах измерения достаточно ограниченного числа датчиков естественно у потребителя есть желание чтобы этот датчик был по возможности один но тем не менее может использоваться как сельской местности так и на малых судах что представляется весьма перспективным с точки зрения коммерциализации этого вопроса особенно на малых судах тем более что у них сейчас по последним требованиям международных стандартов обязательно должна присутствовать система молниезащиты а следовательно предупреждение о такой опасности крайне желательно но как правило на судах есть системы космической связи но это требует дополнительного тогда ресурса для того чтобы такие предупреждения осуществлять и в этом смысле мне представляется локальная система которая замкнута непосредственно на возможности самого судна она достаточно коммерчески целесообразна ну вот я как бы закончил то что хотел рассказал если есть вопросы пожалуйста задавайте специалисты технического центра ЗАНЦ профессионалы с опытом проектирования молниезащиты и заземления более 15 лет готовят более 800 бесплатных расчетов в год используют в работе сертифицированное ПО для расчета надежности молниезащиты делятся знаниями и опытом со всеми желающими обращайтесь за расчетом для вашего объекта в технический центр ЗАНЦ Владимир большое спасибо за выступление вот первый вопрос он от меня насколько я понял существует возможность использования обычного классического стержневого молниеприемника в качестве системы или части системы определения грозовой активности то есть это просто стержень который заземлен его как-то можно использовать правильно понимаю или нет да у нас когда мы занимались изучением целесообразности разрешить применение на территории Украины активных молниеприемников ну так называемых ИСИ то есть с ранней стримерной эмиссией но мы проводили самостоятельные исследования и в процессе этих исследований как косвенный результат получилось то что были обнаружены стримерные процессы формирующие импульсы тока похожие на те которые в свое время были обнаружены еще в 30-х годах тричел но он их обнаружил для расстояния там несколько сантиметров до десяти сантиметров а те импульсы о которых идет речь они характерны именно для стримеров распространяющихся непосредственно с молниеприемников ну или состежневых молниеприемников которые у нас использовались в качестве альтернативного или референтного по отношению к которым определяет преимущество ИСИ молниеприемников нам удалось определить закономерность то есть частоты следования этих молниеприемников этих импульсов в зависимости от конфигурации стержня и напряженности электрического поля то есть в итоге есть возможность по количеству импульсов судить о том в какой напряженности поля находится молниеприемник почему нам показалось это интересным можно попытаться использовать непосредственно на уже имеющихся системах молниезащиты хотя тут остается много вопросов о том как это реально сделать спасибо за вопрос я кстати предполагал что такой вопрос может быть если мне удастся я могу показать и если это интересно как выглядит спектрограмма такого вот просто путем подсчета количества вот этих палочек импульсов мы можем судить о том какая напряженность поля сейчас в данный момент естественно что логика построена которая позволяет при определенном количестве этих импульсов допустим если их больше чем 400 в секунду то мы говорим что напряженность превышает 1 кВт на метр и можно подавать сигнал тревоги через сколько будет удар владимир после сигнала тревоги как правило это диапазон не более 10 минут ну достаточно приемлемое время чтобы что-то сделать убрать какой-нибудь локатор уйти с открытой может быть площадки на крыше или что то но я не даром упоминал про малые суда потому что именно вот в этот момент надо просто вытащить ноги из воды поскольку часто люди там их держат интересно да спуститься в рубку а не находиться на палубе то есть этого нескольких минут вполне достаточно такой простейший детектор опасности да именно мы позиционируем что на этой основе можно создать простейший детектор в чем абсолютно локальный да интересная штука от Сергея Шулипы вопрос точнее даже не вопрос а заявление что в настоящее время есть российские разработки это датчик регистрирующий разряды молнии снимающий ряд параметров стоимость которого 350 рублей и существует возможность подключения глобальной сети может быть вы знаете о таких что-нибудь нам расскажете ну как вы понимаете для нас это не то что главная задача в жизни поэтому я вам рассказал ту информацию которую владею специально изучать возможности России безусловно надо но в таком современном что ли варианте ничего не могу сказать по поводу этой системы если она как-то привязана к той программе которая есть предприятие гроза это одно если же нечто параллельное ну я с удовольствием получу ссылку чтобы с этим вопросом ознакомиться сам сам ничего не могу сказать ну я так понимаю здесь вообще достаточно такой широкий полет фантазии может быть в этих устройствах способах обработки информации с этих устройств интерпретации данных этих устройств да безусловно вы правы что их таких прежде всего они отличаются конечно же неконструктивно с точки зрения принимающей аппаратуры регистрирующей с точки зрения программного обеспечения понятно так и еще вопрос от ольги осиповой как производится типовые расчеты типы датчиков может быть какие-то особенности построения программно-аппаратных комплексов то есть что же делать теперь с этим хорошо мы знаем что есть такие системы они разные да есть европейский норматив об этих системах но как их запроектировать значит смотрите европейский норматив никаких рекомендаций по этому поводу не дает он лишь классифицирует что должно быть в каком случае какие фазы то что я рассказал причем он сам по себе сравнительно небольшого размера поэтому та информация которую я изложил это по сути дела суть его все остальное так сказать некие вводные слова снова широкий полет фантазии теперь для проектировщиков а для проектировщиков если они заинтересованы все таки в том чтобы реализовать такую систему на своем объекте или предложить кому-то то нужно просто выбрать вариант понятно что начинать желательно с наиболее коммерческой приемлемости то есть из дешевых вариантов для того чтобы потребители к этому привыкли пока что даже опросы общественного мнения показывают что люди ну считают что особого смысла в этом как бы ну чего тут удивляться если люди прививаться не хотят что же там бояться молнии понятно ну и еще один вопрос от Сергея Шулипы увеличивается ли частота стримеров при приближении грозового облака а если облако уже над молниеприемником и начинается разряд молнии значит здесь принципиально важным является то что количество стримеров определяется конструкцией и напряженностью электрического то есть напряженность электрического поля есть ну в определенной мере это обязательный элемент который способствует тому что молния или обуславливает то что молния может быть и по статистике наработанные критерии скажем считается что если у вас превышает напряженность поля 7 киловольт на метр то разряд с очень высокой степенью вероятности может быть именно в этом месте а система подсчета импульсов она строится на обычных микросхемах то есть здесь никакой принципиальной сложности я не вижу единственный момент который мы в своих разработках учли и я думаю что если кто-то из слушателей захочет повторить этот вариант то нужно учитывать что импульсы в процессе не получается смысл в том что при конкретной напряженности допустим стримеры идут вниз но если полярность меняется они начинают идти вверх и поэтому мы считаем что целесообразно считать не количество просто импульсов а разницу между положительными и отрицательными вот они более показательны с точки зрения вероятности процессов это раз и во вторых когда такая система достаточно чувствительная к сторонним помехам поэтому когда приходят всякие радиосигналы связные они как правило себя уничтожают то есть у них это несущая частота некая и она положительная отрицательная и она так сказать в итоге выходит на ноль и мы можем выйти на чистую информацию о грозовой опасности то есть вот вопрос электромагнитной совместимости таких систем он тоже должен быть учтен при проектировании спасибо Гайгик Назарян за этот вопрос есть ли у вас в Украине статистика работы Е7 молниеприемников как они рекомендуют себя и что вообще можете сказать про них стоит ли им доверять ну в прошлом семинаре который мы проводили год назад ну или примерно год назад по сути дела он был посвящен тому что их эффективность ставилась под сомнение поэтому если говорить о территории Украины то здесь контроль за этим осуществляет система министерства чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день раньше это была пожарная охрана но они строго руководствуются нормативными документами так вот нормативных документов в Украине или на Украине реализующих или как бы описывающих правила установки таких молниеприемников нет единственное есть рекомендация что если уж заказчик очень хочет он его может установить но по правилам обычного массивного стержневого молниеприемника спасибо и вопрос от Андрея Стус есть ли норматив в РФ требующий обязательное применение ТВС нет пока нет более того стандарт о которых мы говорили европейские международные электротехнической комиссии они не обязательны ну как все стандарты они добровольные да ну мы уже поняли что достаточно зачаточном состоянии находится в принципе применение этих устройств в нормативной базе в базе проектировщиков ну собственно поэтому мы как бы и информируем о возможных направлениях развития но ноги в грозу в воду лучше не опускать это главное мне кажется Владимир Владимирович большое вам спасибо за вебинар было очень интересно такая необычная и новая система новый способ защиты от молнии я думаю и очень надеюсь что это будет развиваться направление развиваться в техническом плане в нормативном плане я тоже такие надежды тешу что может быть спасибо вам большое до новых встреч да всего доброго